Ну все то же самое, да, инфицирование открытого участка, ну не знаю, у меня, слава богу, никогда жизни не было. Несмотря на то, что антибиотикоп и артикостероидов я не назначаю. Ну да, то есть все-таки мы уже сейчас работаем в такой системе стерилизации, что все одноразово, все, да. Поэтому мне кажется, что я выражу всеобщее мнение, что это уже как такой совсем каменный век. Я таких пациентов не беру. В первую очередь они должны отработать свою индивидуальную гигиену, конечно. Общие осложнения все такие же, реактивность, да, какая-то. Это шов двойной обвивной, он показыван просто на всякий случай, еще раз, если как-то что-то не очень поднялось. Тут везде пронумерован каждый вкол, выкол, поверхности написано. Потому что я рисовала кверх ногами, когда вам показывала. Может быть, будет удобнее. А вот латеральное перемещение. Ну, показания, да нету рецессии, боковых зубов. Есть зато латеральная кератинизированная десна. Пациент. И это, конечно, третий класс. Видите, да, что дистальный сосочек уже начал уходить. Пациент отказался от забора небного трансплантата. Я вообще хотела проще решить эту ситуацию. Вот, но мне пришлось делать латеральное перемещение. В данном случае... Вот, что? А вы посмотрите, какая высота. Как вы в конверт туда подошьете? Ну, там, это все-таки высокая кара. Посмотрите, да, какое клиническое прикрепление. Там прикрепленной десна нет. Это третий класс рецессии. Ну, не хочет он? В общем, вот, это сама операция. Какая методика хочет, чем латеральное перемещение в данном случае? А как ротированная узкая? Это одиночная рецессия? А что тут еще проще-то делать в латеральном перемещении? Вы сказали, что вы хотели сделать еще? Я хотела сделать, да, корональное смещение с трансплантантом. Он трансплантант отказался забирать. Сказал, что он не хочет, чтобы я ему небо разрезала. И мне же надо откуда-то прикрепленную десну ему создать, чтобы хоть как-то закрыть этот объем. Он такой у меня приехал. Тоже мой якутский пациент. Весь суровый. Большой начальник. С недоверием. Я говорю, а что вы пришли вообще, если не верите? Ну, говорит, попробуйте. С неба не хочу. Больно, плохо, боюсь вообще. Я сделала латеральное перемещение. У меня же есть кератонизированная десна в достаточном объеме. Так вы для чего хотели с неба брать и еще и перемещать? Либо так, либо так. Я ему предложила варианты. Он у меня начальник большой, поэтому он сам выбирает себе методы лечения. Я шучу, конечно. Препарирование. Мобилизация. Видишь вы. Что тут? Вот. Видите, у него даже нету донорского участка. Ну, там было нормально. Тут даже закрывать нечего. Вот его результат. Значит, конечно, рецессия полностью не закрыта. Осталось миллиметра два с половиной у нее. Где-то от цементной малого границы. Вот она. Вот. Вот этот кусочек рецессия. Но у нас есть великолепный объем прикрепленной десны. То, чего не было с самого начала. А теперь смотрите внимательно на его сосочек. Он вдруг стал расти вниз обратно. В общем, у этого пациента есть продолжение. Я все-таки сделала корональное перемещение. Ну, мама поверила. Уже мне не нужен был трансплантат. Уже все. Объем ткани более пяти миллиметров мы создали прикрепленную десну. Причем такую толстую, хорошую. И год. Год. Он у меня приезжал раз в году просто. Он по-другому не мог. Он сейчас переехал в Петербург. А раньше он ездил раз в год. Это я сняла, наоборот, старые у него. Это корональное перемещение. Вообще классическое, однослойное. Вот вообще ничего. Вот это десять дней. Мне надо было срочно улетать. Я сняла шею. Отпустила его. Ну вот. А это сейчас. А теперь смотрите на сосочек. Он восстановился? Нет. Нет, он восстановился. Нет, он восстановился, но там его... Нет. Это просто ракурс был другой. Он восстановился, а у него убыль была больше. У меня просто есть его измерения. Вот эти вот все. Ну вот, собственно, и все. Вот цементно-эмалевая граница. Вот там полный элемент рогантия. Есть какие-то? Это уже, это уже, это уже что-то другое. Это множественная литерация. Вот. Этот пациент тут с литеральным перемещением. Я делала срочно много больше этих работ. Просто у него очень был интересный случай, что он вот у меня такой был упрямый. Такой хозяин. Но тем не менее, то есть, даже если у вас нет возможности взять трансплантат, вы имеете возможность всегда как-то варьировать методиками. Почему мы при устранении рецессии никогда не привязываемся, ну так правильно, не привязываться к конкретному какому-то методу? Потому что вы в своей практике должны иметь хотя бы пять операций, которыми вы можете свободно маневрировать, манипулировать и предлагать пациенту различные решения в его вопросах. И каждый вариант, который вы будете предлагать, вы должны знать, какого эстетического результата в данном случае вы достигнете. У моего пациента у этого теперь все прекрасно. Он доволен, счастлив, у него не болит. У него, на самом деле, была жалоба одна единственная, не эстетическая. У него болела, у него была очень сильная чувствительность. Но он не хотел депульпировать зуб, потому что у него есть склонность к росту всяких нехороших вещей на энергетически пролеченных зубах. То есть у него такой опыт уже есть. Он потерял достаточно много зубов в связи с этим. И он... Я ничего об этом не знаю. После первой операции в чувствительность прошла? Прошло это я его уговорила уже на вторую. Я ему уже сказала, но давайте все-таки Сергей Николаевич вот как-то мы... Обратно, да. А сейчас здесь будет винир. И почему не трогают, не переделывают, ничего. Потому что он сейчас на этапе протезирования. У имплантаты уже поставлены. Просто там зубы пришлось удалять все. Они, к сожалению, не подлежат восстановлению. Уже ничем. Там все сгнило у него. И кисты выросли жуткие. Вот. И у него будет протезирование этой зоны. Поэтому мы уже решили, что мы винир с ним поставим. Красиво. Тем более, что все равно там все зубы будут в хоронку. Нет смысла лепить никакой композицию. Можно сделать эстетику. У него, да. У него теперь красивый десневой такой тип улыбки. У него единая линия. Да. Клыковая. И так далее. То есть, восстановлена эстетика. Ну и я. А, нет. Видите, они совсем такие фотографии. Но видно, что у него клык с другой стороны абсолютно на нормальном уровне. То есть, он не… Сейчас я посмотрю, может мы найдем. Нет. Здесь тоже все закрыто руками. То есть, у него больше рецессий нигде нет. Вот это единственная рецессия у него в полости рта, которая была. Мы ее таким образом устранили, не прибегая к забору трансплантата. Еще раз, я абсолютно не боюсь его брать. Меня не пугает забор трансплантата. Но если этого можно не делать, значит можно не делать. Хотя в его случае я бы на самом деле решила бы не в две операции, а в одну бы эту задачу с самого начала. Если бы не вот такую настройку.